Добрый день! Сегодня я вам расскажу о прекрасном древнем растении лаунук. Плавнок семейства селогенеловых. Его еще путают с папоротником или хвойными растениями, но он относится к семейству селогенеловых, и это совсем не хвойники и не папоротники. Возунчик чуть-чуть увеличиваем. Почему? Потому что это растение сильно не растет. То есть 10-15 сантиметров корневая система небольшая и кустик такого размера это уже взрослое растение. Освобождаем от вазончика. Смотрим на корневую систему. Корневая система красивая, светленькая. То есть это свидетельство того, что растение живое и не поврежденное. Нужно дренаж обязательно. Это растение требует сильно дренированное. Присыпаем где-то одну четверть от всего вазона, чтобы ему было комфортно. Растение требует слабокислую почву. Эту почву можно купить готовую в магазинах для симполии, либо для бегонии. Присыпаем вазон где-то на треть. Потом освободившиеся растения от вазончика немножко активизируем корневую систему. Чтобы она не свернулась в мочалку и не засохла, а начала вегетировать. Также немного растения расплескиваем по вазону. Вот так. И теперь присыпаем аккуратненько. Потому что эпифитные вот эти корешки, они очень боятся повреждений. Это растение нужно увлажнять, повышать влажность воздуха, но ни в коем случае не переувлажнять. Вот таким образом мы опрыскиваем растение после пересадки, так как влага есть еще и в земле, сама почва влажная. И присыпаем, можно сказать, мульчируем таким вот, такой разновидностью удобрения. Растение пересажено. Оно должно опять встать на прежнее свое место, притяненное. Единственное, что я вам скажу, после пересадки ни в коем случае его не переставляйте. Не давайте возможность сквозняку проникнуть и повредить это растение. Потому что в течение месяца оно очень капризно. Я думаю, вам понравилось это растение. И многие приобретут, попробуют, как оно будет расти у вас на окнах. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова